Наша планета нагревается. Но не спешите покупать очки и коктейль. Всё совсем не так радостно. Происходит повышение уровня моря, неурожай и экстремальная погода летом и зимой. В общем, эксперты призывают начать действовать и замедлить потепление. Учёные по всему миру работают в этой жаре и пытаются придумать, как спасти планету. И вполне вероятно, что наши спасители могут быть намного больше и пушистее, чем вы думали. Изменения происходят по всему миру, и они намекают на безрадостное будущее для планеты. В Сибири, Антарктике и других районах северного полушария из ниоткуда внезапно появляются кратеры и озёра. В этих же районах в лесах стоят деревья, которые странно наклоняются, как будто они слишком много выпили в местном баре. Это явление, известное как пьяные деревья, кажется последствием ядерного взрыва или взбесившегося мамонта. Но причина не в этом. Пока что. Дело в том, что в холодных регионах внезапное появление рек и ручьёв привело к наводнениям в ранее безопасных местах. Здания в городах Сибири и других северных районах начали разрушаться. А хранилище судного дня, в котором хранится запас семян нашей планеты на случай глобальной катастрофы и которая находится на норвежском острове Шпицбергенд, пострадала от неожиданного наводнения в 2018 году. Недавно в Салихарде произошла внезапная вспышка сибирской язвы, крупнейшая за последние десятилетия в России. Все эти аномалии произошли не из-за метеоритных дождей. Проблема исходит из самой Земли. У всех этих пугающих случаев одна и та же причина. И зовётся она «вечная мерзлота», которая сейчас тает. «Вечной мерзлотой» называют не «брак без любви». На самом деле всё намного более серьёзно. «Вечная мерзлота» тает с ужасающей скоростью. И это одна из самых больших проблем, с которой сталкивались люди. При этом мы делаем всё ещё хуже. «Вечная мерзлота» покрывает 24% поверхности Земли. Но что это такое? Это область из почвы, отложений, горных пород или льда, которая была заморожена на протяжении более двух лет. Большая часть вечной мерзлоты находится в этом состоянии десятки тысяч лет. А значит, в ней содержится огромное количество органического материала. Вспышка сибирской язвы в Салихарде произошла из-за вечной мерзлоты. Она растаяла, а вместе с ней – труп северного оленя, у которого были бациллы, вызывающие сибирскую язву. Но древние замороженные болезни – ещё не самая худшая. Когда мерзлота тает, вместе с ней исчезает и лёд, оставляя провалы в почве. Именно из-за этих провалов дороги становятся кривыми, дома обрушиваются, а в земле остаются кратеры. Некоторые из них были около 800 метров в длину и более 90 метров в глубину. Они могут быть ещё больше, потому что процесс продолжается. А ещё есть молекулярный уровень. Из-за таяния мерзлоты органическая жизнь в ней размораживается. И, как если оставить холодильник открытым, всё внутри начинает гнить. Микробы питаются органикой и выделяют углекислый газ и метан. А это два самых мощных парниковых газа в мире. Эти газы выбрасываются в атмосферу или же остаются в почве. В любом случае для планеты это плохо, потому что углекислый газ и метан очень хорошо удерживают тепло. Отсюда и термин – парниковый газ. Независимо от того, где находятся эти газы, они вносят большой вклад в потепление Земли. И из-за этого вечная мерзлота тает, уровень моря повышается, урожайность падает, и мы оказываемся в замкнутом круге. Что ещё хуже, глобальная промышленность сильно ускоряет этот процесс. Так как мы продолжаем выпускать парниковые газы в атмосферу, воздействие может быть таким серьёзным, что, если мы ничего не изменим, 70% мерзлоты растает к 2100 году. Это выпустит где-то 120 гигатонн углерода в атмосферу. И тогда уровень моря поднимется минимум на 6 метров. Если же мы сможем сократить производство парниковых газов, то таяние льда снизится до 30% за тот же период. Для наглядности могу сказать, что глобальное оттаивание высвободило бы в два раза больше атмосферного запаса углерода, чем есть сейчас. А вечной мерзлоты на планете много. Например, 70% всей суши России – это вечная мерзлота. Впечатляет, да ведь? В мерзлоте таится большая сила. И это можно увидеть по взрывающимся замёрзшим озёрам. В некоторых таких озёрах на Аляске есть пузырьки метана, которые находятся подо льдом. Они взрываются, если поднести к ним пламя, когда они высвобождаются. Это напоминание о том, как опасно то, что прячется во льдах. Угроза, таящаяся в мерзлоте, станет очень реальной в ближайшие 100 лет. Это своего рода замкнутый круг, который также кажется лестницей в ад. Таяние вечной мерзлоты будет причиной повышения средней температуры до 4 градусов Цельсия к 2100 году. К такому выводу пришли американские учёные в 2017 году. А эта карта – весьма тревожный прогноз Парага Ханны. Согласно ей, такое повышение температуры превратит районы, выделенные жёлтым цветом, в необитаемые пустыни. А регионы, отмеченные коричневым и красным, и города у рек вроде Лондона могут быть уничтожены из-за повышения уровня моря. В Центре экологического анализа считают, что даже таяние 10% мерзлоты повысит температуру на 0,69 градусов к концу 21 века. Но нас ждёт нечто более серьёзное, потому что может растаять свыше 70%. В общем, да, у нас проблемы, но что нам делать? Для начала можно сократить потребление ископаемого топлива, но, как понимаете, это слишком долгий процесс. К тому же, многие компании не хотят отказываться от ископаемого топлива. Нужны другие варианты, но это тоже проблематично. Дело в том, что вечная мерзлота тает намного быстрее в районах с густыми лесами и кустарниками. Они очень хорошо улавливают тепло и передают его в почву, повышая температуру земли. Лёд в почве тает, оставляя провалы. Из-за них и появляются пьяные деревья, про которые я говорил вначале. Их корни ослабевают, и им не за что ухватиться под землёй. Потому они и наклоняются. В районах Сибири, Аляски и других северных регионах есть большие участки земли с такими деревьями, как чёрная ель, которая чересчур хорошо хранит тепло. Там мерзлота тает особенно быстро и сильно. Но так было не всегда. В ледниковые периоды крупные звери держали эти районы под контролем. Они питались растениями и валили деревья. В это время животные, которых обычно называют мегафауна, были настолько активны, что целые районы превратились в обширные луга, заменив леса, и эти луга охлаждали землю. Видов мегафауны было очень много, и они могли съедать растения в таких количествах, оставляя по пути удобрения. И после них оставалась разве что трава. Учёные-экологи призывают воссоздать эти условия ледникового периода. Это позволит частично замедлить таяние мерзлоты, вызванное парниковыми газами. Но делать это вручную, выкапывая лес с помощью машин, очень трудоёмко и к тому же дорого. Поэтому, как уже было не раз, чтобы решить эту важную проблему, мы должны обратиться за ответами к природе. Такие учёные, как эколог Сергей Зимов, исследуют эти естественные методы. Зимов основал плистоценовый парк в 96-м году. Его площадь 20 квадратных километров. И команда Зимова переселила туда виды мегафауны со всего мира. Например, домашних яков и бизонов. Проект уже добился успеха. Некоторые районы заповедника стали лугами и пастбищами. Но у такого метода есть свои пределы. На земле не так уж много животных, которые приспособлены к жизни в Сибири и других северных районах. Зимов считает, что этим методом удастся покрыть только около 65% необходимой территории. А для полного успеха нужно нечто большее. Но что больше бизона? Большеухие гиганты. Слоны. В своей среде обитания, в африканских саваннах и азиатских джунглях, слоны оставляют следы своего присутствия. Они топчут растения, вырывают деревья своими хоботами и давят землю тяжелыми ногами. Слоны одни из самых крупных животных в мире, вот только их осталось не так уж и много. А еще современные слоны не продержались бы и дня в холодной тундре. Однако у любимых нами гигантов есть дальний родственник, который когда-то жил и процветал в тундре. И вероятность того, что эти древние животные вернутся, на удивление высока. Если вы еще не поняли, то я говорю о мамонтах. Эти мохнатые гиганты были выше трех метров и вымерли примерно пять с половиной тысяч лет назад. Хвосты и уши у них были меньше, чем у современных слонов. А еще у них был густой мех, благодаря которому они могли жить в Сибири. Там вместе с ними жили шерстистые носороги и лошади. К счастью, ученым удалось получить очень хорошо сохранившиеся останки каждого из этих видов. Их нашли в сибирской мерзлоте, которая сохраняла их в отличном состоянии на протяжении тысячелетий. Состояние у них правда хорошее. У многих мамонтов остался мех и даже мышцы. Японские ученые утверждают, что с помощью передовых технологий они смогут вернуть мамонтов к жизни в ближайшие несколько лет. Прямое клонирование практически невозможно без хорошего образца репродуктивных клеток, но ученые работают с новейшими технологиями генетической модификации, такими, как CRISPR-Cas9. Они позволяют выявить и выделить генетические признаки, которые сделали мамонтов устойчивыми к холоду. Эти черты можно интегрировать в ДНК азиатских слонов, ближайших родственников мамонтов и создать нечто новое. Мама слона. К сожалению, из-за добычи слоновой кости популяция слонов сократилась по всему миру. Это еще один повод создать новый гибридный вид, ведь он может помочь увеличить популяцию слонов на Земле. Из-за ограниченного числа азиатских слонов риск вынашивания мамослона в утробе самки этого вида слишком высок, поэтому сейчас ученые учатся выращивать млекопитающих в искусственных матках. Они начали практиковаться на мышах и пытаются развить мышиные эмбрионы экс-вита, то есть вне матери, в искусственной утробе. Они уже добились успехов. Разумеется, это трудно, и поэтому процесс выращивания мамонтов задерживается. Однако ученые настроены оптимистично. В случае успеха мы можем стать свидетелями возрождения вымершего вида впервые в истории. Надо сказать, некоторые люди критикуют ученых. Они обеспокоены экологическими и этическими рисками и игрой в бога с природой, но этим критикам противостоят те, кто разделяет взгляды Сергея Зимова, создавшего заповедник. Он считает, что в тундре слишком много регенеративного материала, и его нельзя тратить впустую. Люди виноваты в том, что вечная мерзлота тает намного быстрее, но дает ли это нам право попробовать уменьшить ущерб. Если бы мамонтов и других животных той эпохи все-таки удалось вернуть, результаты были бы потрясающими. По мнению Зимова, возвращение этих гигантов в сибирскую тундру превратит в луга 95% пригодных для использования земель. Замедление таяния вечной мерзлоты в таких масштабах было бы очень полезно в деле снижения опасных парниковых газов. Это бы гарантировало, что экологические угрозы не так опасны для человечества. Можно на территории России и Европы и превратить их в тундра-степь – древнюю экосистему полярных областей. Эту тундра-степь возможно удастся заселить огромными животными, которые могли бы буквально спасти мир или хотя бы замедлить его гибель. Существует проект Drawdown, который борется с последствиями изменения климата. Его возглавляет Пол Хокин. Он включил возрождение тундра-степи в список 100 лучших доступных вариантов смягчения последствий глобального потепления. И кто лучше справится с работой, чем король тундра-степи – мамонт? Эта идея становится все более и более вероятной. Если раньше казалось, что это что-то вроде парка юрского периода, то теперь это может стать реальностью. Что вы думаете насчет того, чтобы вернуть к жизни вымерших животных? Вам бы хотелось повстречать где-то в тундре мамонта? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok